Итак, всем привет! Сегодня наконец-таки хочу попробовать что-нибудь приготовить в этой мультиварке. Вычитала один интересный рецепт, значит, приготовление скумбрии, рыбы на программе тушения. Значит, у нас будет скумбрия с овощами, ну именно с зажарочкой, с луком и морковкой, и также с добавлением томата вместе с майонезом. Майонез, кстати, домашний, в следующем видео тоже выложу, как готовить домашний майонез. Ну так, ну что, начнем тогда. Значит, что нам нужно? Нам нужно на мультиварке выбрать режим жарки, потому что нам нужно будет сделать зажарочку. Так, и так, выбираем режим жарки. Окей. И старт. Открываем нашу мультиварочку. Ей поверну вот так вот боком, чтобы было видно. Значит, мы пока ждем минуты 2-3, пока наша мультиварка нагреется, наливаем масло. Также после этого мы с вами должны будем заложить в чашу мультиварки лук, чтобы лук поджарился до состояния поджаренной корочки, чтобы он был такой уже золотистый-золотистый. Затем уже мы ложим туда морковочку и тушим некоторое время. Итак, наливаем масло в нашу мультиварку. Наливаем так, чтобы было немножко залито дно, чтобы дно покрылось маслом. И теперь потихоньку, кстати, специальной ложечкой, ложечкой это идет в комплекте, этой ложечкой нужно будет здесь все и вкладывать продукты, и мешать, чтобы не поцарапать саму чашу. Итак, мы, значит, вкладываем лук. И не забываем лук перемешивать. Жарим его до состояния золотистой корочки, пока лук совсем не станет прозрачным. Итак, пока наш лучок жарится, мы с вами займемся рыбкой. Значит, рыбку нам нужно будет приправить приправой для рыбы. Я вот такую купила приправу, не знаю, ни разу не покупала, попробовала первый раз. Но, в принципе, можно приправить всем, что вы хотите, что вы обычно используете для этого. Нам нужно будет соль, перчик, все, что хотите. Но я вот купила приправу специальную для рыбы. Значит, мы пока с вами приправим, пока наш лучок еще жарится. Итак, нашу рыбку мы уже приправили. Наш лучок тоже уже подошел, уже золотистый, золотистого цвета стал. И добавляем теперь морковку. Морковку мы просто потерли на большой терке. И также отрываем крючком, чтобы она немножко поджарилась. Ждем минутки 2-3, чтобы морковочка тоже стала немножко слегка золотистой. Итак, наша морковочка уже готова. Значит, мы уже поджарочку сделали, у нас уже она готова. Мы выключаем с режима жарки, нажимаем на отмену. Теперь мы в нашу чашу закладываем нашу скумбрию, уже приправленную, уже посоленную, поперченную. В общем, готовую скумбрию мы закладываем в нашу мультиварку. То есть мы ее разравниваем, разваживаем все. И, значит, мы заливаем нашим томатом смешно с майонезом. Перемешиваем, чтобы все было ровненько и красиво. Солить уже не нужно, потому что мы рыбку приправили. Томатик он тоже соленый и соленый майонез. Поэтому я считаю, что можно не солить. Но если вы любители соли, можно добавить. Значит, что нам нужно дальше сделать? Мы закрываем нашу мультиварку и выбираем режим тушения. Режим тушения. Режим тушения. Нажимаем старт. Нажимаем окей. Выбираем время, сколько мы будем готовить примерно. Я считаю, что скумбрия не такая, что крупная рыба, что ее нужно долго-долго тушить. Я считаю, что в принципе минут 30 этого будет достаточно. Если этого будет недостаточно, если мы проверим, что рыба сырая, можно будет добавить время и она еще потушится. Нажимаем на старт. Все, наша мультиварка начнет тушить нашу рыбку. Через 30 минут мы посмотрим, что у нас получилось. Вот спустя полчаса наша рыбка уже готова. Выглядит она довольно аппетитно, пахнет. Запах очень-очень вкусный. В принципе, смотрите, даже мясо отваливается от косточек. Это всего. В принципе, я считаю, что полчаса для данной рыбки очень-очень даже достаточно. Но осталось теперь приготовить какой-нибудь гарнир для этой рыбки. Я, наверное, сделаю какую-нибудь рисовую кашу. Просто сварю рис. И это будет подливка вместе с рыбкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова